В прошлом году пассажиропоток Уфимского аэропорта превысил 2 миллиона человек. Это более 12 тысяч рейсов. Поэтому Уфимский авиаузел входит в десятку крупнейших в стране. Его история началась 83 года назад. Но сегодня он справляет 50-летний юбилей терминала внутренних авиалиний. Первый самолет с аэропорта Уфа взлетел в 1962 году. Тогда вся территория аэропорта напоминала самое обычное поле. Была взлетно-фосадочная полоса и лишь одно здание, где находились диспетчеры, пилоты, штурманы, бортмеханики. Словом, все члены экипажа. Туда же и пребывали сами пассажиры. Сейчас Международный аэропорт Уфа – это огромный комплекс, ежедневно принимающий рейсы со всего мира. Штат сотрудников превышает 2000 человек. Но тогда, в середине прошлого века, для однополосного аэродрома хватало и сотни специалистов. Тогда, по тому времени, это было, в принципе, достаточно. И потому что в 1962 году сюда был совершен первый технический рейс на самолете Ли-2. Это при нем Шалашова, экипаж Шалашова. Из старого городского аэропорта, известного под названием «Петушки», который был на улице Зорга. Если быть совсем точным, то на месте современного южного автовокзала. В 1933-м это было скорее летное поле. Даже сохранились аэрофотоснимки немецких разведчиков Люфтваффе в годы Великой Отечественной войны. На которых, кстати, отмечены параметры аэродрома. А также видно, что самолеты приземлялись и взлетали практически в черте города. Позже это станет причиной переноса объекта за пределы Уфы. Но потом, когда стали летать большие самолеты, самолет Ли-2, двухмоторный самолет, при взлете отказал двигатель, и самолет упал на дом. Там был чертный сектор. И после этого было принято решение, принято решение, такой опасный вид транспорта, как самолеты, перенести за черту города. Месторасположение аэропорта было выбрано с таким расчетом, чтобы воздушные подходы к нему оказались далеко за пределами столицы и не могли помешать новому строительству. В 1965 году было построено главное здание Уфимского аэропорта. Сейчас это терминал внутренних авиалиний. Досмотр, естественно, был совсем другой. Это был ручной досмотр. То есть вручную девушки все перебирали? Все вручную перебирали. Естественно, никаких запрещенных, ничего не перевозили. Ну, пассажиры, наверное, были сознательны и знали, что это ничего нельзя. А вот летом и зимой где люди ждали? Это в этом же помещении? Нет, конечно. Люди стояли, можно сказать, на перроне. На перроне они были огорожены небольшим, так сказать, заборчиком. На летний период его выставляли. И пассажир мог наблюдать самолеты. Естественно, но он мог запросто перешагнуть этот заборчик и пойти погулять к самолету. С увеличением количества рейсов и пассажиропотока возникла необходимость расширить площадь здания. И спустя 42 года территория аэровокзала увеличилась почти в три раза. Здание Уфимского аэропорта не реконструировалось с 1965 по 2007 год. Но так как пик пассажиропотока на внутренних авиалиниях уже достигнут, здание будет вновь реконструировано. Планируется, что терминал будет выдвинут вперед на 25 метров и должен сравниться и встать в одну линию с международным терминалом. Эмин Тимаршев, Владимир Зараев, Вести, Фашкортостан.